Причины, по которым желающему стать донором откажут в сдаче крови, врачи называют сходу. Это серьезные заболевания, нарушение артериального давления или отклонение в показателях крови, например, низкий уровень гемоглобина. Все это проверяют перед самой процедурой забора. Тем, у кого все в норме, зеленый свет. Самому донору лучше за несколько дней до процедуры не употреблять алкоголя. Накануне не есть жареного и жирного. Утром это легкий завтрак в виде чая и булочки. Мы рекомендуем очень сильно, чтобы донор был отдохнувший, не после ночной смены, не после экзамена. Путь к донорству у каждого сидящего в этом кресле свой. Кто-то оказался в центре крови из интереса и желания помочь. Накануне в акции ко дню донорства поучаствовали и сотрудники МВД. Сегодня первый раз за икровь. Давно хотелось попробовать, интересно было и поучаствовать в этом приятном и благородном деле. Для других донорство стало уже частью жизни. Так, например, Николаю Савельеву пришлось самому пережить переливание крови. Еще во время службы мужчина получил серьезное ранение. Потом со слов доктора сказали, что благодарите тех людей, которые тебе спасли жизнь. Я говорю, чем? Он говорит, вот столько-то крови было перелить у тебя. И все, и потом возникло это желание вернуть. Сегодня у меня 41-я кровосдача. Сегодня мне вручили удостоверение, значок почетного донора. Но это не предел, который у нас тренируется. То есть после этого я не прекращу, я сколько раз говорю. Пока доктора будут разрешать, будут принимать участие, сдавать. Почетных доноров в крае сегодня больше 13 тысяч. Это те, кто свыше 40 раз сдал кровь и больше 60 раз плазму. Другие 13 тысяч человек пока без почетного звания, но с огромным желанием помогать, пусть и совсем незнакомым людям. Ведь заготовленная кровь, а в прошлом году это было больше 33 тонн, впоследствии закрывает потребности всех медучреждений края. Так, чтобы стать донорами жителям Барнаула, достаточно прийти в краевой центр крови, жителям Бийска, Камня-на-Аби, Рубцовска и Славгорода, обратиться в местные ЦРБ. Кроме того, центр крови работает в выездных условиях. У нас составлен график выездов. Мы его публикуем в социальных сетях и у нас на сайте. И все желающие доноры могут приехать в тот пункт заготовки, где мы работаем в выездных условиях. Даже если мы не приехали к ним в конкретно их населенный пункт. Очередную выездную работу, говорят, в центре крови проведут на площади Сахарова на протяжении всей следующей недели с 8.30 утра. Всем донорам, как и полагается, после сдачи крови предусмотрена компенсация на питание. Анна Рашегирова, Дмитрий Денисов, День с толком.